тот самый мост газель не проедет мы должны пройти на зеленый уместиться с нашим проходит а вот без газели то еле проехали сейчас здесь надо еще не чиркнуть вот за этими воротами скрывается завод по производству вездеходов шерф немножко невзрачно но поверьте внутри там современное производство если нам повезет сегодня мы вам его покажем или не покажем всем привет сейчас забираем шерф сейчас подождем пока шеф макс подождем пока дождь закончится хочется конечно забежать и потерпел да и нас пока и не пускают загружаем шерф макс готовимся к поездке ехать нам далеко прицеп у нас еще не неправильный не для шерпа а просто обычный автовоз поэтому приходится привязывать в отличие от правильного прицепа там он шерп на правильный прицеп заезжает становится там ничего делать уже не нужно но ничего скоро прицеп будет готов он сейчас находится на сертификации и если вы будете покупать шерп шерп клубе скажем в августе в сентябре то скорее всего вы сможете купить уже и прицеп для его перевозки правильно вот за этими стенами находится сборочный цех шерпов к сожалению сегодня нас туда не пустили как мы не просили и репортажа с конвейера не получится но ничего может быть следующий раз но поверьте нам шерпа собирают не в гараже есть достаточно большой завод где все это придумано производится собирается и отправляется в дальний путь как сегодня опять пошел дождь вот так шерп макс выглядит изнутри наверное это уже не раз видели а может и не видели показываем это два больших рундука они опции кому-то они нужны кому-то нет можно их покупать можно не покупать но если их убрать то здесь получается достаточно большой просторный салон существенно больше чем шерпи про очень красивый вездеход и мы как знали естественно подобрали красные стяжки да по цвет да всем привет еще раз мы едем москву едем с питера везем завода сам директор нам выдавал очень приятно директор почтил своим вниманием пятый экземпляр шерпы сейчас уже начали производить естественно вы можете их у нас оказывать в шерп клубе нас очень легко найти раз вы смотрите это видео вы нас уже нашли ночи с нами все в порядке вот так хэштег шерп клуб одно слово на русском или фалантинскими буквами и адрес у нашего сайта тоже простой шерп клуб точка ру там можно заказать шерп шерп макс который собирается в течение 30 дней либо купить шерп можно из наличия сейчас в наличии есть вездеходы шерп клуб ждать не нужно плать деньги собирайте что еще что-то шерпы макс можно покрасить например хотите вы сделать подарок своей или любимому то можно соответственно заказать розовый шерп Дальше вы можете нанести на него какой-то рисунок, но это уже самостоятельно. Вы попросите об этом своего художника или обратитесь к нам, мы подскажем, как это сделать. Базовый цвет может быть, что приятно, что хорошо. Уже в пятницу мы планируем выезд. Если у нас во времени ничего не задержится, мы планируем выехать на новом Шерп Максе вместе с новым хозяином, показать ему, так сказать, фазы упреждения преподать, показать, что и как нажимать. Сами мы поедем на модели ПРО, то есть мы поедем в две машины, будем сами изучать, сравнивать, смотреть, как они ведут себя в деле. Но если модель ПРО нам понятно, мы на ней достаточно покатались. Посмотрим, как ведет себя Макс. В чем отличие? Да, это будет первый выезд такой вот с серийной моделью. Мы знаем, что сейчас уже есть там видео поездок, но там не совсем готовый Шерп Макс. Я даже не знаю, под каким он номером. Возможно, вообще не знаю. У нас номер пять. Это уже серийная модель. Мы посмотрим, как он едет. Расскажем о своих впечатлениях. Подписывайтесь на наш канал. Мы на Ютубе будем это выкладывать и в Инстаграме. И там вы узнаете все последние новости и сможете заплатить от официального дилера в Москве. У нас же можно эту технику делать гарантийный ремонт, если подбегаться. Тест-драйвы у нас бесплатные. У нас есть деньги на топливо. Мы экономим в дороге. Едем медленно и остается солярка, чтобы в Шерп залить. Да. Также заходите к нам на сайт, пишите в Инстаграм и пишите, что вы хотите. Тест-драйв либо заполняйте форму на сайте. Мы с вами свяжемся. Обычно мы проводим по пятницам и субботам, но если кому-то не в Моготу и очень хочется поездить. Если вы компания одиноких красивых девушек, мы приедем вместе с Шерпом к вам бесплатно. Если вам хочется поездить во вторник с утра, то мы вообще не против. Мы за любой кипиш и готовы в рабочий день, так сказать, в рабочий полдень выехать на близлежащее болото или приехать к вам. Но приехать к вам, конечно, не бесплатно. Тут лукавить не будем, потому что это уже определенные затраты. Да и мы не знаем, куда к вам приезжать. Может, на Алтай. Поэтому это обойдется. Это нам надо готовиться. Ну, а так наши покатушки с нами в районе Новорижского шоссе, в районе Завидово. Бесплатные. Совершенно все. Все, едем дальше. Нам еще... Ехать и ехать. Еще очень много ехать. Позже что-нибудь расскажем еще. А какие эмоции вызывает шерп на дороге, на остановке. Люди показывают большие пальцы, сигналы. Мы не успеваем это снимать. Они быстро проносятся мимо нас. Ну, постараемся как-нибудь продемонстрировать. Если успеем. Везем новый шерп по новой дороге. По новой дороге. Прям вот... Просто праздник какой-то. Сливки. Да. Вот. Второй сливают. Сливки настоящие. Это новый платник. Новая часть его. Которая идет от Твери. И аж теперь до самой Москвы. По ней будем ехать. Почти от Твери. Почти от Твери. Да. Завтра, завтра обещают открытие. Сейчас мы проверим, проинспектируем. Если все будет хорошо, дадим добро на открытие. Охрана нам разрешила завтра открывать. Да. Ну, а так вы видите, все очень красиво. Наверное, когда этот материал выйдет на YouTube, уже все будет открыто. Дорога открыта. Но все равно мы первые. Мы первые. Сзади едет шерп. С шерпом мы точно первые. С шерпом мы точно первые, да. Давайте посмотрим на кабину шерп макс изнутри. Это уже серийный вариант. Здесь сделано все так, как должно быть. Не то, что вы видели раньше. Здесь дополнена какая-то обивка потолка. Там какие-то полочки сделаны. В общем, смотрите сами, как все выглядит. есть полочки вверху над сиденьями. Справа откидной под стаканик, у тебя под рукой. Да. И за ним еще есть. Как он работает. Сейчас я залезу вовнутрь и покажу. Отсек Кунга отсоединен пластиковой перегородкой, вы видите. Вот здесь кнопка обогрева двигателя и салона теперь переместилась на эту стену. Выключатель массы. Аварийная остановка двигателя. Ключ и включение. Замок зажигания имеется в виду и кнопка подключения дополнительного аккумулятора. Коробка передач шестиступенчатая. Управление вебаста. Номер пять. Не какой-нибудь вам двести шестьдесят четвертый, а торжественный номер пять. Верхняя панель приборов. Боковая панель приборов. Манометр показывает давление в шинах. Розетка USB двойная. Розетка прикуривателя. Валенарная. Здесь есть. Кармашек. Какой-то, да, иной. Вот этот держатель. О, работает. Не знаем сколько прослужит, но пока работает. Места много. Да. Ручка удобная держаться. Ну и два люка. Каждый находится над сиденьем. Очень удобно в них вылазить. Не надо вот так слегка перекашиваться в одну или другую сторону. Которые также служат, служат аварийными выходами. Давление, педали. Ну собственно и все. Все, поехали отдавать владельцу. Он уже ждет. Нам до него чуть-чуть надо доехать и мы будем на месте. Выгрузили шерп и пришло очень много народу встречать его и принимать. Хозяин, его знакомые, все задают вопросы. Сразу. Сели во все места. Тут горячо обсуждают. Нет, шутка. Не очень помогает. То есть вы тут нормально в первоем и четвером, и даже в шестером, наверное, можно сесть, да? Да, у нас все все равно надо. У нас, если там восемь человек, это уже лишнее. Ну куда больше? Ну конечно, конечно, да. Первые метры на новом шерпе. Владелец пробует управление. Спасибо. Ну собственно все. Шерп привезли. Сейчас даем первые инструкции, дадим урок вождения. И все готово. Бумаги подписаны. Хозяин доволен. Будем на этом прощаемся. Будем отвечать на вопросы.